Вот самый главный вопрос, как вообще вы зимуете в лесу? Я в тур походы ходил с палаткой, например, на зимнюю рыбалку люблю ездить. Но люди в городе, которые живут в квартирах, они не очень понимают вообще, как вам тут живется. Такой вопрос у подписчиков многих возникает. Как вы живете зимой? Друзья, всем привет! Вы снова на канале Мусорщик, с вами Витек на связи. Сегодня я для вас приготовил необычный видеоролик, непростой персонаж. Зовут его Виталька. Многие из вас его кто-то уже знает, кто-то будет смотреть впервые. Пожалуйста, друзья, не судите и не будете судимы. Мне самому очень тяжело с ним разговаривать. Очень-очень-очень. Не хватает ни нервов, ни злости, но я кое-как пытаюсь его вразумить и хоть чем-то ему помочь. Может быть, если вы будете делиться этим видеороликом, его увидят его близкие, и может быть, что-то случится, они его заберут, вылечат, не знаю. Мне с ним очень непросто разговаривать, но вы меня строго не судите. Переходим к самому видеоролику. Не забудьте подписаться, поставить лайк и оставить свой комментарий. Поехали! Крысы, собаки. Крысы зимой есть? Конечно. Опасно вообще? Нет. Не опасно? Владимир. Серьезно? Ну. А собаки? Собаки помогают? Я рядышком. Рядышком? Да. То есть, получается, вот как я снимал в прошлом видео, что сразу вы помогаете животным, правильно, которых выкинули люди на свалку, а потом они вам платят тем же добротой. Да, все правильно. Понятно. А вообще, скажи, вот есть такое, что у вас тут люди живут, ну, семьями, не знаю. Любовь есть? У тебя тут есть любовь? Была. Была любовь? Была. Марина? Да. Ну, я знаю про нее, грустная история. Умерла, да, да. Понятно. А скажи вообще, вот отсюда с леса тебе вот на свалку тяжело добираться? Ну, под горку, да. Под горку тяжело лезть? Да, тяжело. Понятно. Сколько по времени ты идешь до работы отсюда? 5-7 минут. 5-7 минуты на работе? А вот ты помнишь свой самый-самый большой заработок вообще? Вот сколько можно за день прям, вот сколько ты зарабатывал? Сейчас я скажу, даже, блин. За два часа? Это по-старому. Угу. Только по-старому. 700 тысяч. 700 тысяч, да? По-старому? 700, 700, 700, 700 тысяч и, получается, и миллион. Ну, это по-старому. Понятно. Только по-старому. А вот сейчас уже деньги же давно поменялись. Вот, ну, так вот, может, там, вот на прошлой неделе какой-то самый такой большой доход был? Ну, потом, последние игры. А вот если... Ну, по-новому. Ну, по-новому, я понимаю, да, по-новому. Вот если не секрет, да, как бы тут в лесу, вот, ну, вы... Вот расскажи нам вообще, как будет проходит? Как будет вот... Тоже такой мало, ну, немало интересный вопрос. Люди всегда спрашивают, где они берут воду, там, помыться, помыть посуду, приготовить съесть. То есть, вот как с водой вообще у вас? Нормально. А где берете, если не секрет? Ну, берем... Я понял, тайно умалчивает. Да, ну, это... Это я не буду говорить. Ну, скажем, все продукты питания свала? Ну, в большинстве своем? Нет. Покупаете что-то? Да. То есть, есть чего-то, что не доста... Заказываем. Заказывайте? Да. Понятно. И сколько, вот, допустим, на неделю, чтобы на продукты вот у тебя уходит денег? Ну, не до хуя. Сейчас я скажу примерно. Ну, блин... Ну, рублей 10 в день уходит. 10 рублей в день на еду? Да. А так, в принципе, ну, на свалке, вот, ну, как я работаю, ну, работал, знаю, что, ну, еды, в принципе, хватает. И фрукты, и овощи, и вот, 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 скажи, вот, у тебя вот на столе, вот туда, на полевой кухне, это не твоя кухня полевая? Нет, это же хохла. Хохла. Ну, тем не менее, вы же вместе живете, дружите, как бы, вот, может сказать... Покажешь потом? Потом покажешь. А вот у хохла вот тут, на полевом этом столике, все свала. Ну, да. И ложки, и вилки, все, то есть люди выкидывают, хорошие, действительно, то есть, ну, и сковороды, все такое, да? Понятно. А расскажешь нам вообще, вот, покажешь, как ты живешь немножко, быть свой, ну, то есть... Ну, холобуту и покажу, а... Ну, так, как строил, можешь рассказать, то есть, с чего строил, тоже очень интересно, с чего строил, то есть, ну, как бы, как, как, как момент строительства происходил? Нормально, нормально, пойдем. Сейчас туда, а потом туда. Хорошо, пойдем. Давай я эти возьму. Как давно ты свой холобуту вообще построил? Ой, сейчас я расскажу. Намного лучше. Чем? Ну, поддоны есть, поддоны, потом их отбивай, хуя, и нахулица, нахуя, а ведь не надо отбивать. Так, поддоны, утеплитель можно запихать? Не пихал? Угу. Ну, там же у людей так построено. У меня было сразу первую будку. Хорошо, а для чего коврами отбиваться? Потому что теплее она. Чтоб не продувало? Ну. Так и рассказывай. А крышу ты чем накрывал? Тут вообще фанера. Фанера, потом это линолеум. Винолеум. Чего не шифер? Почему линолеум? Ну, нахуя мне? Шифер у меня там был, пока не зварил. А тент это для чего? Это тент я так накрыл. На крышу, чтобы не протекало? Ну, так рассказывай. Скажи, люди в лесу добрые, помогают друг другу? Конечно. Вот, если что-то с человеком случится вдруг, да, и вот, ну, он придет жить на свалку, его тут примут, встретят, помогут. Как считаешь? Вот если бы к тебе пришел, человек сказал... Думаешь, приходили же, ну, все. Да, да, отпускаю. Расскажи, вот это, правильно я понимаю, это вот твой дом. Ну, я там еще не покажу. Сколько ты долго дом свой строил? Расскажи немножко там про дом. Два дня. Два дня строил? Два дня. Все стрематериалы свала носил? Да. Один или кто-то помогал? Ну, так. Тебе сколько? 35 есть? 36. 36 лет? Ну. Уже край, вот нет уже дня, ни одного нету дня, чтобы ты не пил. Ну, хоть один день есть? Каждый день. Есть, потому что я сидел. Да? Потому что я сидел. Последнюю неделю, вот хоть один день был, чтобы ты не бухал? Да. Когда? Пузов вчера не пил. Бухать было нечего? Не, было. Ну, я не пил. Ну, было, я тебе говорю, серьезно, было, но я не пил. С трудом в это верить. Стояло, я не пил. И что, ты будешь дальше тут жить? Тебе зимовать тут будешь, все, блин. Как ключи не уйдут? Ты их ищешь, какие ключи? Ну, Виталий, вот ты сам себе, вот, блядь, действительно, я же тебя знаю, давно капец. Какие нахерные. Да, жди. Вот за правду, так ни хера, блядь, обидно послушать правду. Так нахера на тебе, крики хуики. Где сидели? Ну, ты что, в город не ходишь, ни хрена? Когда ты был последний раз в городе? Блядь, подожди. А, три дня назад. Что там делал? Три дня назад ты был в Шабанах? Не, не в Шабанах. А где, в Соснах? Да. В магазин ходил? Угу. За Чарликом? Нет, нет, на машине нет. Ну, блядь, вот, жрачки, по сути, вся жрачка с вала, я сам работал, то есть, ну, жрачки с валом, реально. На машине ездил. Ну, понятно. Жратвы хватает? Хватает. Что самое хорошее вывозят с еды? Блин, так все ее зовут? Да. Давно с Таней живется? Как? Сколько ты с Таней знаком, ладно? Я не буду говорить по поводу этого. Никто не знает, какая Таня. Я просто спрашиваю Таня. Да не важно, я не буду говорить по поводу этого. Ладно, сколько ты знаком со своей женщиной, с которой сейчас живешь? Ну, знакомы вы сколько? С Леной? С Леной. Сколько знакомы? Нормально. Ну, месяц, год, день. Ну, нормально просто, у всех же по-разному. Два года. Два года? Угу. А в отношениях вы как давно? Тоже нормально, тоже два года нормально. Тоже два года? Да. А были разногласия? Расходили, сходились? Нет. Всегда вместе жили? Да. Слушай, в прошлом видео ты мне как-то рассказывал про детей, да? Ну, я помню это. У меня такой интересный вопрос. С Леной еще детей нету? Нету. Она не хочет или ты не хочешь? Не получается. Не получается? Ну, вы работаете над этим? Работаем. Жесть. В лесу тоже есть любовь, да? Не, ну это просто трындец на самом деле. Полный.